вот поставим спорт режимчик здесь на самом деле можно было поставить рядом toyota prius сейчас мы проедемся и сейчас ручка на самом деле вот она ведь полнейшая тишина в автомобиле на электротяге ну вот смотрите звучок ребята я вас рад всех приветствовать сегодня у нас lexus st 200 и h надежность экономичность доступность в цене на удивление все эти три параметра сошлись в нем действительно очень экономичный автомобиль в сегменте lexus для тех кто возможно ищет себе хороший надежный в то же время экономичный автомобиль вот гибрид и здесь сразу же вот st по сути дела у нас обозначает creative touring а 200 h индекс означает производительность гибрида равную производительности обычного двухлитрового мотора то есть по сути дела вот такая вот расшифровка о которой тоже не все знают в апреле 2020 года британское издание what's car составила рейтинг самых надежных гибридных автомобилей на вершине рейтинга с показателем надежности 99 и 5 процента расположился именно этот lexus st 2011 модельного ряда друзья автомобиль на мой взгляд очень интересный его почему-то обходят своим взглядом некоторые потому что порой когда конечно приобретают lexus считают что уже расход топлива нам не интересен мы на lexus и друзья вот из минусов сразу же можно было бы подчеркнуть и это пожалуй тоже единственное это дорожный просвет который есть у этого гибрида он на разные страны производителем делался разный такое встречается и у тойот довольно часто но как правило он в районе 140 145 низковатый бывает да и даже владелец говорит что есть такие ощущения там иногда но как вы знаете все это решается он не критично низкий но такой небольшой моментик у нас есть о котором конечно же стоит сразу же сказать ребят но вот за водительским сидением здесь вот но lexus ты садишься и конечно же даже за умеренные деньги сразу чувствуется качество lexus дизайн lexus сейчас мой капотик дернем начнем все же конечно с двигателя друзья ну вот смотрите звучок я думаю вы слышите вот он заведен да то есть это то что подкупает конечно же в гибридах то есть этим они мне тоже безумно нравятся ну здесь да вы видите есть костылик ну капотик сам он не тяжелый никаких проблем нет с установкой но тем не менее да здесь несмотря на то что это lexus они поставили такой костылик ребят значит здесь на самом деле можно было поставить рядом тойоту prius и закрыть глаза и рассказывать о приусе потому что здесь стоит 18 мотор с гибридной установкой по сути тоже самое что и устанавливалась на приусе и как вы знаете приусы довольно таки отличаются долгожительством своим и уже на практике они себя показали как надежные автомобили по сути здесь тоже самое то есть на этом lexus и он пробежит с этим двигателями гибридной установкой очень очень прилично совокупная мощность всего этого получается у нас 134 лошадиные силы крутящий момент передается на передние колеса через вариатор при этом бесступенчатая трансмиссия с планетарной передачей смешивает момент от dvs электромотора в любых пропорциях друзья значит туда у него есть такая возможность еще передвигаться там немного но все-таки там в районе в районе там трех километров сугубо да на переключение там на электротяге конечно же это же не электричка то есть это гибрид но тем не менее там такая возможность есть я думаю что если там недалеко то этого может хватить некоторым даже там за покупками в магазин если офис недалеко и так далее экземпляр на мой взгляд по современным меркам на рынке был автомобилей недооцененный в том плане что вниманием его недооценили потому что все в большей степени знают про prius и это да тоже очень интересный автомобиль я думаю он у нас будет еще на канале но вот вот завелся но вот лексусы именно эти порой обходят вниманием но надо отметить друзья что их на самом деле не так и много на рынке друзья что касается подвески то здесь он имеет переднюю независимую подвеску макферсон и заднюю на двойных поперечных рычагах он так у нас открывается это все красивенько ну классика лексус ребят по расходу здесь вот даже на практике будем говорить тогда сразу вот владелец даже подчеркивает что где-то 5 плюс то есть в городском режиме там 5 и 2 5 и 3 где-то так он горит у него то есть это на практике получается но как известно до трасса у нас или чуть-чуточку больше или примерно столько же ну вот смотрите то есть все здесь выведено все очень очень лаконично очень приятно ребят здесь понятно здесь у нас круизы здесь мультируль все все до более знакомо да как и у тойот но вот здесь вот выполнено здесь джойстик здесь вот кнопки enter видите есть с этой стороны есть кнопка enter у нас с этой стороны то есть он действительно вот этот вот управление джойстиком очень удобно и ну его разбегает здесь видите как переключение передач устроена смотрите у нас есть р нд ну и есть положение би также вот у нас да есть паркинг то есть кнопкой паркинг мы вот смотрите видите в н стала она и сейчас вот то есть ручка на самом деле вот она видите она отскакивает таким образом вот вот у нас мы в д стоим вот в н стали вот в р включилась камера заднего вида у нас в р то есть здесь любопытным таким образом она устроена но удобно то есть реально удобно ребят вот очень удобно ну и паркинг да то есть дем мы сразу уходим вот на паркинг также здесь у нас есть режимы то есть вот у нас и в режим да это на электротяге сугубо да она может проехать какое какие-то километры тоже если надо эко такой овощной режим экономичный да там нормал и спорт но тем не менее для используя их же берут для чего как раз для использования по городу в городском режиме то автомобильчик такой знаете и компакт ненький он приятный вот в нем нету такого ощущения что он чересчур маленький чересчур большой он такой компакт ненький очень приятный но это вот рисунок такой у нас здесь сидухи до имеют такое еще вот видите да может будет видно на ткани здесь рисуночек климат-контроль здесь присутствует конечно же вон двухзонный вот вы можете видеть да с одной со второй стороны то здесь не нужно комментировать что он двухзонный то есть выставляете себе температуру ну и то же самое там назад подается здесь у нас есть такая полочка ниша да есть у нас 12 вольт здесь usb aux розеточка есть знаете вот сидишь в нем и каких-то ощущений что ты сидишь в супер каком-то эконом-классе дешевом не возникает да друзья этот автомобиль продается ссылка будет в описании под этим видео кому будет интересно все вопросы по поводу приобретения покупки задавайте владельцу ребят ну вот багажное отделение 375 литрова но по описанию конечно он небольшой вот я вам подъеду камерой туда то здесь уберем сейчас эту шторку как вы видите да здесь места немного но для покупок конечно же хватит но назвать его супер просторным нельзя ну друзья это же хэтчбэк все таки поэтому он такой и должен здесь быть то есть здесь каких-то чудес ожидать от вместительности багажника просто не приходится потому как это все-таки хэтчбэк ну и друзья по месту сзади у нас тут небольшой дождик пошел по месту сзади вот я присел и колени не упираются вот так но уже здесь буквально пару сантиметров если там чуть чуть подтянуться дату будет сантиметров пять но сиденье мягкие даже вот в развалочку я сел до колени вот еле-еле достают буквально то есть сзади место есть его здесь не супер не супер много но нельзя сказать что его меньше минимума как-то так спереди конечно то есть кресло отодвинутый я под себя отодвигал сейчас вот передние довольно таки прилично там все комфортно ну и друзья сейчас мы проедемся здесь безусловно как я говорил каких-то супер динамических показателей нет у нее в описании там 10 и 3 до 100 но ребят в условиях города то есть 10 и 3 я думаю конечно это немного но это немало то есть это такая средняя величина которая собственно говоря на практике и необходимо да для эксплуатации автомобиля в городских условиях когда вы особенно где-то по пробкам шорхаетесь и так далее вот ребят что подкупает еще раз говорю мне так это нравится когда она трогается да и тишина такая полная но сейчас вот включился там двигатель но в принципе вы начинаете ехать и полнейшая тишина в автомобиле на электротяге это просто такие ощущения особые вот друзья даже сейчас мы в обычном режиме здесь конечно никаких чудес нет да вот для города самое но самое но сейчас мы там еще включим спорт режим сейчас развернемся вот поставим спорт режим чик кстати да здесь руль у нас электро то есть рулится она очень легко приятно сейчас вот так чуть нажмем чуть нажмем да есть ощущение до порезвее то есть понятно я вам здесь не буду выписывать потому как ну это автомобиль такой среднего класса для экономичной езды в отличие вот вот чисто электро которые дают очень ощутимый эффект на старте то все таки с мотором 18 именно в сочетании с этим мотором здесь фантастических показателей в плане динамики ожидать не приходится но так или иначе ребят вот автомобиль знаете для города действительно мне очень понравился это вот мои впечатления компактный приятный lexus за умеренно доступные да за умеренные деньги я бы так сказал за умеренные вот именно деньги ребят с нами был lexus st 200 эйч всем удачи добра подписывайтесь